Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поэтапно мы уже провели частично первый и второй этап, поэтому сейчас оперативный штаб собирается непосредственно на объекте, рядом с которым условно террористы ворвались в здание и проявили себя. В соответствии с планом работы оперативного штаба в Красноярском крае проводится командно-штабное учение на базе 2017 по теме организации и проведения мероприятий по посещению перистического акта на объектах воздушного транспорта. С целью предварительной подготовки к обеспечению безопасности университета 2019 основным объектом учения выбрано здание нового терминала аэропорта Емельянова. Значит, замыселы отрабатываемого вопроса предполагают, что он полностью функционирует, старые терминалы находятся на реконструкции. Отработаны документы для установления желтого и красного уровней террористической угрозы. Территориальными органами федеральных органов исполнителя власти актуализированы планы и перечни мероприятий при установлении указанных уровней терропасности. Проведены практические тренировки с отдельными функциональными группами по отработке их действий в рамках единого замысла. По информации, сотрудник ММВД России Красноярска, пособник номер один был установлен и задержан. В ходе изучения записи искать лицам, находящимся в нем, был предъявлен пароль на БАК-17, ищен захват при траектории при восходстве сил. Дополнительно ориентированы подразделения ГУМВД по краю. Кроме того, автомобиль проведен по системе безопасных городов и выставлен на контроль. Дополнительно были к нами проведены совещания с Александром Георгиевичем. И то, что было выведено усиление, то, что действие сил и средств, конечно, способствовало тому, что мы видим, что ничего не произошло. Впервые такая практика была блокировки всех основных направлений в город. И мы откатали взаимодействие с Гусином, с Национальной гвардией, вывели тяжелую технику, в том числе и БТР стоял, автомобили Тигра Национальной гвардии. Есть вопросы как в дневное время, так и в ночное время, перекрытия, остановки, исходя из удовольствия этих мест, как повторюсь, осветительными приборами, какими-то заградительными, для того, чтобы в любой момент при осложнении всем асфальтированным дорогам были выставлены посты. Поэтому параллельно со штабом, заседанием штаба и муниципальная, и, скорее всего, краевая антитеррористические комиссии будут работать над вопросами доведения информации до жителей района, на котором введена контртеррористическая операция. Именно концентрации сил и средств органов исполнительной власти для проведения ряда мероприятий, мы понимаем, такого гуманитарной направленности. По линии ГИБДД дополнительно мы приняли решение выставить еще экипаж за школой вот здесь.